У нас есть 5 минут для дискуссии, кому угодно выступить, рассказать о своих возможностях. Я вот попрошу, Елена Валерьевна, вы могли бы два слова сказать про то, что происходит по поводу колоректального скрининга, ну или так называемого скрининга, или вот наших попыток сделать скрининг. У нас довольно интересная ситуация, я предверю ее несколько слов, что у нас два теста используются в городе, и это, мне кажется, очень позитивно, что один количественный и качественный, мы только что начали, но два слова про это. Добрый день. В 2015 году в Санкт-Петербурге началась программа по раннему выявлению колоректального рака, и в рамках диспансеризации в двух районах города был заменен старый, уже устаревший тест реакции Грегорсона на иммунохимический тест. Ну, благодаря изменениям в программе диспансеризации, и заменили, ввели два теста, один количественный и один качественный тест. Все они иммунохимические тесты. В одном районе города определяется только гемоглобин, в другом районе города определяется комплекс, как гемоглобин, так и гемоглобин-гаптоглобинный комплекс, то есть два маркера. В настоящее время, конечно, идут исследования люди, которые в рамках диспансеризации участвуют в диспансеризации, сдают эти анализы. Немножко различается забор материала, биоматериала. И вот у меня, конечно, такой вопрос еще к выступающим, первому выступающему. Есть ли разница, каким образом происходят заборы биоматериалов? То есть это может быть сразу, ну, должен быть идти с консервантом, или это может быть забор в такой, так скажем, контейнер, и потом уже в лаборатории происходит расфасовка материала. Имеется, вот сталкивался ли первый докладчик с такой проблемой? Сейчас не идет перевод, Елена Валерьевна. Наверное, первый докладчик слышит, да? Нет, почему? Я думаю, что идет. А, идет? Да. Ну, мы будем дать ответы? Нет, ну, как в плане дискуссии. С чем мы столкнулись? Конечно, это трудности с колоноскопией, которая, в принципе, я так понимаю, что есть во всех странах. Это трудности, как уговорить людей пойти на эту колоноскопию, также трудности и выполнение данной процедуры. Но, несмотря на все, на все эти трудности, мы получаем результаты, которые нам нравятся. Мы видим, что появляются пациенты, уже пациенты с небольшими доброкачественными заболеваниями, в частности, полипами, ворсинчатыми полипами, которые мы знаем, что через какое-то время могут быть малигнизированы. Также появляются пациенты с ранними формами колоректального рака. И, в принципе, сейчас идет набор материала. То есть, мы получаем данные колоноскопии, будем исследовать, какой тест лучше, какой тест в каких отделах больше определяет, определение, что выгодно, определение гемоглобина или все-таки два маркера лучше определять. Ну, вот такая интересная работа сейчас проходит в городе. И все это в рамках диспансеризации. Спасибо большое. Возрастная группа определена диспансеризацией от 48 до 75 лет. Пожалуйста, вопрос. И там, как раз, поскольку это дискуссия, позвольте противоположную сторону сказать. Мы представляем японских производителей. Почему мы сориентировались на японских производителей? Это, во-первых, количественные тесты. Это вот один из представителей первого докладчика, как раз рассказывал о ФИД. Правда, почему-то показал Диану, которая показывает айфоб. Ну, это бог с ним. Количественные показатели от качественных. Как, на ваш взгляд, когда вы проводите здесь, они отличаются или нет? Это первый вопрос. Второй. Каким способом вы собираете данные? Потому что при количественном, понятно, анализатор есть, он определяет программу, потом вы выявляетесь. Хочу вам сказать, что отдельно делать гемоглобин, и это сказано в статье диагностики, в европейский авторитетный журнал, там сделаны исследования, почему нужно делать нефит гемоглобин одного дня или двух дней. И даже если вы делаете количественные показатели, то уже сообщено о том, что ложно-отрицательных результатов по количественным показателям гемоглобина составляет 35%. Что это значит? Это значит, что в последующем 25% – это уже пропущенные раки на ранней стадии. Это про количественные. А по качественному тесту понятно, это полезнее лучше, чем мензолитовая проба или гвояковая, это понятно. Но количество, я почему вам могу сказать, сегодня, используя одновременно гемоглобин и трансферин в одном образце двух дней, позволяет выявить достаточно большое количество. Ну, сейчас вот за последние 6 лет по количественным показателям в России проведено около миллиона исследований, и они показали, что 30% позволяет определяться по трансферину. Это верхняя и поперечная часть, что не видно по гемоглобину. Почему происходит проблема по гемоглобину? Почему он дает ложно-отрицательные результаты? Дело в том, что они вступают в анробовую реакцию, и, пожалуйста, вы получаете это. Поэтому лучше всего делать, даже хоть и качественно, и сложно интерпретировать результат и фиксировать по дальнейшему, а следовательно, собрать статистику и проанализировать, я уже не говорю, что это более человеческий фактор, потому что вся ручная методика, она, к сожалению, и не та. И поэтому централизованные и делать такие исследования стоит именно количественным методом. Как, на ваш взгляд, вот вы занимаетесь практикой, как вы считаете, если вы специалисты считаете, что лучше, количественные или качественные тесты? Спасибо. Прокомментировать, количественный или качественный метод, это зависит от отдела. Но необходимо, прежде всего, думать еще о стоимости. Что касается второго маркера, опять же, это проблема стоимости. Если у вас есть один только маркер, вы оцениваете стоимость этого теста? Вот поэтому, например, из этого мы используем только один, один тест. Но я считаю, что тест на гемоглобин очень полезен. И мы говорим здесь еще о чувствительности теста. А качественный фит лучше, чем количественный, потому что информация более качественная. Это я так считаю, по моему мнению. Это было продемонстрировано экономической стороной вопроса. Мы тратим меньше денег. Вам необходимо, прежде всего, продумать не только эффективность и чувствительность, а также стоимость проведения этого теста. Мы будем слушать ответ на вопрос. Или будем, наверное, ответ на вопрос первый был задан. Мы еще не успели это окончательно понять. Ну, во-первых, да. Нам мы еще не успели это окончательно понять. Но когда мы обсуждали, то есть, в принципе, наличие крови в каловых массах, скрытой крови в каловых массах, это уже плохо. И здесь неважно, какое его количество будет. Будет это ли 20 миллиграмм, как показано, производителями задано, или это будет 100 миллиграмм. Это все равно пациент должен подвергаться фиброколоноскопии. Говорить про однодневный, двухдневный или трехдневный забор каловых масс, здесь мы немножко сужены рамками диспансеризации, в которых этот тест проводится однократно. Поэтому здесь, ну, однократно. Вот. А то, что... Вы считаете, вот для пациента, как лучше делать? Мы сейчас не берем в экономическую сторону, потому что если экономическую будем брать, то, я думаю, что мы можем идти в пользу, в качестве. В пользу, пока по стоимости в пользу, в качестве. Вы считаете, для пациента лучше бы им количество, потому что количество позволяет сделать. Сделать вероятность и локализацию. Качественные тесты – ничего, кроме того, что нам скрытая кровь. Смотрите, надо... Качественные тесты – это, значит, заниженные. Это сделается специально для того, чтобы как можно больше увеличить людей. От этого в мире есть рекомендации пороговое значение на гиноглобин 100 миллиграмм, на трансферин 50. Это производитель теста уже, каждый тест, производитель говорит, какая точка отсечения у него. Мы предоставим вам время. Ну, зачем сейчас вы? Ну, уж... Смотрите, качественные, количественные – чем отличаются? Качественные – это, смотрим, есть полосочка, нет полосочки. Количественные – это есть цифра. Нужно понимать, что мы хотим, что определяется, какие показатели. Если это определяется гемоглобин, который, идя из верхних отделов, разрушается уже на полпути, то, естественно, пусть это будет качественный, количественный тест, но всё равно не зафиксируется. Если это гемоглобин, который определяется из нижних отделов, семиловидно-нисходящая кишка, то, опять же, каким бы методом ни было качественное количество, он всё равно зафиксируется. Здесь смысл какой, чем мы готовы захватить или трансферином эту молекулу, да, гемоглобина, или гаптоглобином. Вот, в принципе, и всё. Конечно, мы изучали статьи, которые там, вот, Акио Шиатаки, по-моему, да, он писал, они провели большое исследование, там они использовали 6 маркеров, и они доказали, что использование двух, определение двух маркеров, оно намного эффективнее, намного чувствительнее тест оказывается, чем определение просто гемоглобина. Может быть, количественные, но определяет только гемоглобин, а может быть, количественные, которые определяют и гемоглобин, и гаптоглобин. Здесь... Гаптоглобин – это точнее, чем по нижней дешечке. Знаете, здесь достаточно много анкодов, которые там, вот, там, все образовываются. Галина Валерьевна, мне кажется, ответ простой. Количественные тесты очень хорошие, и мы его тоже принимаем в одних из районов города. Вы что хотите сказать, чтобы мы ответили вам? Я начинаю. Ну, хороший тест. Мы получили в настоящий момент, проведя это исследование, вот на сегодняшний момент, количество выявленных, действительно, количественные тесты, он позволяет выявить большее количество людей за определенный срок. Если говорить про полгода, ну, скажем, в одном из стационаров города выполнено, в одном из поликлинических учреждений города выполнено 2 тысячи, в другом – полторы. Две – это там, где количество тестов. Стоит быстрее, согласен. Но стоит дороже. Но стоит дороже. С другой стороны, количество выявленной патологии и там, и там. Если брать рак, ведь Елена Валерьевна не сказала про запущенный рак, который тоже был выявлен в этот промежуток времени. И это понятно, потому что мы брали группу больных, сформированную из диспансеризации. Она не такая мощная, как если бы был проведен чистый скрининг. Это диспансерная группа. Нам так проще. Так в Петербурге проще. Так возможности больше. Нам позволили это сделать. Нам дали деньги и немалые. Поэтому мы с одного раза не могли понять, какой нам лучший тест. Вот мы сейчас и собираемся. И вот ваше яростное выступление относительно… Подождите, дайте я договорю. Если количественный тест будет лучше, конечно, все наши лаборатории обзаведут. Это все происходит в рамках диспансеризации. Поэтому нам подставлять, можно сказать, не нужно. Поэтому главное, что вообще в принципе произошла замена одного реакции Грегорсона на более чувствительный тест. На иммунохимические, качественные, количественные, просто на иммунохимические. И появились результаты. Мы видим, что даже это заменение, эта замена, она дает свои результаты. Елена Валерьевна, по-моему, здесь объяснено. И мы будем стараться, что лучше, что хуже, скажем через пару лет. Следующий, пожалуйста, выступающий. Будьте любезны. Борчук. Вы, может быть, что-то тоже участвуете в дискуссии. А, пожалуйста. Да, если позвольте, я немножко на одну или другую статью. Анализ литературы при этих рекомендациях составляет точно 1000 страниц. И сами рекомендации на 400 страниц. Сперва, я пару только комментариев, если позволяете. Одно это насчет сбора. То, что известно, что даже температура влияет на положительность результатов. Например, есть исследование, что те образцы, которые были собраны жарким летом, намного меньше, ну не намного, но меньше дают положительного результата, чем результаты, которые собраны зимой. Так что, в принципе, все производители только позволяют собирать образец кала только сразу с этой буферной бутылочкой и сразу специальным подбором, который предназначен для сбора. Я знаю, и лаборатории у нас, и делают анализы, собираются образец кала, и потом только заполняются в этой бутылочке. Это, в принципе, не соответствует никаким принципам производителя. Другое, да, что мы теперь говорим, кстати, есть стандартизация теперь уровня, который определяется положительный тест, да, и так что эти результаты теперь стандартизованы, да. В чем важность, как коллега из Тайвана уже говорил, да, важность количественного теста? Количественный тест важен для того, чтобы подобрать тот уровень положительного результата, который страна может позволять. Не совсем правильно то, что не должно быть никакая скрытая кровь. Скрытую кровь мы каждый имеем, но скрытая кровь в маленьком количестве – это абсолютно физиологическое. Так что надо подобрать такой уровень, когда, естественно, мы находим побольше образования, с другой стороны, мы можем позволить это, да. Если мы говорим насчет старых единиц, да, коллега из Тайвана говорил насчет новых, тогда это будет сотня миллиграмм калов, то есть хемоглобинов миллилитра буфера, да, которые и те единицы теперь не рекомендуется использовать, да. Скажем, Великобритания решила, что они не могут позволить столько колоноскопии, они поставили катов на 400. Идеальный вариант – поставить катов на 50. Так что это реально зависит от конкретной страны, сколько они способны выполнить колоноскопии. Только из-за этого, потому и они определяются. И самое последнее насчет трансферина, поскольку этот вопрос был поднят, это я, кстати, два года тому назад тоже имел лекцию здесь, в Санкт-Питере, и точно этот вопрос был поднят. Этот вопрос, кстати, в Европе вообще не поднимается, поскольку этим параметром не пользуется. В рекомендациях параметра нету, да, и поскольку такой вопрос был поднят, когда я читал лекцию два года тому назад, я, кстати, спросил тоже мнение самого ведущего специалиста по скринингу именно по лабораторным методам профессору Стивену Халлорану. Его мнение, это опять, естественно, персональное мнение было, что абсолютно никакого смысла добавить трансферина нету, поскольку это имеется только один из биохимических параметров на скрытую кровь, и никакую дополнительную пользу этого не дает. Собственного мнения не имею, поскольку это исследование, мы такого не проводили, но это мнение абсолютно европейского ведущего и мирового специалиста, побольше специалиста, чем доктор Халлоран, ну, реально нету в мире, да, так что я могу только поделиться тем, что доктор Халлоран говорил. Спасибо. Спасибо вам большое. Кому угодно еще выступить. А где Алексей? Я не верю. Антон Алексеевич, вы здесь? Вы хотите что-либо сказать в этой программе? Тогда давайте заключение делать. Сейчас уже по времени мы должны завершать, так я понимаю? Да, пожалуйста. Я думаю, что, опять-таки, мы уходим в детали, и организация скрининга колоректального рака, она не столько… Она, конечно, связана с тестом и так далее, но если мы не будем работать вместе, все коллеги и онкологи, колоректологи, и лабораторные специалисты, и это в большей степени организация процесса. А если не будет организации процесса, то никакой тест нас не спасет, не выручит. Вот, все. Да, спасибо вам большое. Ну и в заключение, наверное, я скажу всем спасибо. Спасибо огромное выступающим. А что касается тестов, что касается нас, мы не хотели сказать-то ничего не про количественный, некачественный тест. Мы просто хотели обрадоваться, что много лет подряд мы делали реакцию Грегерсона, которую никто не обращал внимания, положительная она или отрицательная. Но если обратить внимание, она была положительная в ряде случаев, но никто не следил за тем, а что было при положительной реакции Грегерсона. Я имею в виду в рамках тотальной диспансеризации, которая прописана в нашем городе, в нашей стране уже давно. И вот когда ввелся иммунохимический тест в одном районе города один, в другом районе города другой, ситуация изменилась. И мы много раз выступали по радио, по телевизору, и онкологи об этом все время говорят. И поэтому вот эта планка каким-то образом сдвинулась. Появилось большее количество ранних раков, появилось большее количество выявляемых полипов. Ну вот, например, в нашем стационаре, он такой носит онкологический стационар, но мы очень делаем много полипов. Почти со всего города идут полипы. Никто ими не хочет заниматься. Мы задыхаемся от них, если честно сказать. Ну я имею в виду эндоскопическое выполнение полипов. И появляются ранние раки. Это радует. Поэтому всем спасибо. Жалко, что нас было мало. Ну, спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ